Комсомольская 2, деревня Горбацевич и пожар в этом доме начался примерно в 9 вечера. Но сегодня здесь никого. Возгорание стало еще и эпицентром страшной трагедии. Сегодня по следам того вечера отправились и мы. В соседском доме нас встретила общительная хозяйка. Она первая заметила знаки беды. У нас шел дым с двери здесь. Ну, знаете, как мало что может быть. Тем более дверь открыта. Может, что спалили, выветривает. Потом обратила внимание на шторы, что штор не видно у него. Ну и все, пошла к нему туда, у него горит. Взяла ведро до полябежала заливаться, что еще остается делать. Был страх какой-то у вас? Или такое состояние? Ой, знаете, я горела сама, поэтому тут просто, как я не знаю, тут уже ни о чем не думаешь. Тут уже делаешь то, что нужно делать. Следом за Натальей в задымленные комнаты рванули мужчины. Но добраться до хозяина не удалось. Единственное, что удалось сделать собственными силами – не дать разбушеваться стихии. Спустя несколько минут на месте уже работали пожарные расчеты. Спасатели передали мужчину работникам медицинской помощи, которые констатировали его смерть. Со слов соседей, бывший мастер ЖКХ жил один, работал в городе и никогда не был замечен в каких-либо противоправных схемах. Он вообще не курил даже с молодостью, не курил никогда. Но употреблять, как и все. Но у него инсульт был как-то раньше. Так что ничего плохого про него, ничего не могло. С молодостью дружили мы всегда и по соседству общались и всегда. Последняя встреча с ним когда была и что это было, расскажите? В выходные дни он здесь в огороде поливал огород. Что могло стать причиной пожара, сегодня обсуждают местные чуть ли не в каждом дворе. Неосторожное обращение с огнем, неисправная электропроводка или поджог. Сегодня причины этого ЧП устанавливаются. К слову, только в этом году в городе и районе на пожаре погибли семеро. Ангелина Дикон, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.